Давно миновали те времена, когда для того, чтобы позвонить, нужно было искать таксофон. Сейчас все намного проще. Достаточно иметь мобильный телефон. И первым сотовым оператором в республике стала компания Аквафон GSM. В этом году, 15 июля, ей исполнилось 7 лет. Аквафон – это не просто сложный механизм, работающий четко и налаженно. Это маленький мир, где все подчиняется и создается с целью быть вовремя полезными, оперативными, точными и быстрыми. Поэтому основным приобретением этих лет стало доверие и признание абонентов Аквафон, которых уже 150 тысяч. Нашей компании исполнилось 7 лет. Оглядываясь на путь, пройденный за эти годы, мы с уверенностью говорим о том, что мы состоялись. Мы состоялись как один из успешнейших инвестиционных проектов послевоенного периода Абхазии. Мы состоялись как компания, которая имеет собственную стратегию развития и четко ей следует. Важнейшими факторами успеха являются высокий профессионализм и стремление интегрировать республику в мир инновационных технологий. Самое главное для компании – не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива компании Аквафон, в котором собраны одни из самых лучших специалистов в Абхазии. Работают здесь совершенно разные люди, с разными интересами и увлечениями. К примеру, Анна Джинджолия – заместитель финансового директора компании. Большую часть времени, как и многие другие сотрудники, проводит на работе. Это часть ее жизни и частичка души, поэтому она старается создать уют в рабочей атмосфере, коллекции слоников на рабочем месте. А здесь, в IT-департаменте, не встретишь подобных умилений. В техническом отделе царят другие интересные, к примеру, разработки мирового телекоммуникационного рынка. Мы находимся в самом сердце компании Аквафон ЖИСЭ. Здесь расположена радиочасть. В данном ящике находится аппаратура, которая контролирует станции 3G, позволяющая абонентам Аквафон получать более высокоскоростной интернет, а также наилучшее качество связи. За шесть месяцев текущего года компания Аквафон увеличила количество базовых станций сети 3G почти на 100%. Помимо этого, выполнены серьезные программные обновления, позволившие увеличить не только скорость, но и емкость существующей 3G-сети. На сегодняшний день города Абхазии практически полностью охвачены покрытием сети 3G. Для компаний важно, чтобы интернет третьего поколения был доступен не только жителям городов, но и абонентам в отдаленных населенных пунктах Абхазии. Освоение тех территорий, которые по той или иной причине пока еще не обеспечены покрытием сигнала в 2G. Это такие территории, как горные села, Пску, территория Кадорского ущелья, включая и дорогу. Здесь расположен ЦОД – Центр обработки данных, где главное – это надежность оборудования, безопасность информации и наращиваемость инфраструктуры. Все показатели достигаются путем применения самых современных решений в организации сетей, поскольку именно они являются основой для других инженерных и телекоммуникационных систем. В данном помещении предусмотрены фальш-полы, под которым проложены кабельные трассы. Вход разрешен сюда только в бахилах. Здесь часто находятся биддинг, сервисные платформы, многие услуги компании. Это помещение, где у нас основное оборудование, за исключением коммутаторов. Аквафон практически параллельно с ведущими российскими операторами связи внедряет в Абхазии новейшие разработки. В мае 2011 года, к моменту сдачи административно-технического комплекса «Аквафон», строительство которого ведется на новом районе быстрыми темпами, планируется ввод в эксплуатацию так называемой сети 4G – самой современной технологии передачи голоса и данных. Развиваясь в этом направлении, «Аквафон» дает возможность своим абонентам не только подчеркнуть информацию из всемирной паутины, но и позволит заявить миру об Абхазии как о составной части прогрессивного интернет-сообщества. Изучаем новые разработки, многие очень тестируем прямо здесь. И до этого мы постоянно резервируем дополнительные мощности, вводим в эксплуатацию новые технологические площадки, где мы можем размещать новое оборудование и предполагаемое оборудование, которое, возможно, скоро будет в коммерческой эксплуатации. 15 июля традиционно компания «Аквафон» празднует свой день рождения и дарит праздник своим абонентам. Но в этом году все иначе. Каждый год, 15 июля, мы дарим праздник нашим абонентам и всем жителям Абхазии. Но этот год отличается от прежних годов. Этот год – траура по первому президенту Республики Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзенба. И поэтому мероприятие, приуроченное к празднованию нашего семилетия, было решено отменить. Решено реализовать крупное мероприятие, приуроченное к одному из молодых праздников современной Абхазии – Дню государственного флага. К 23 июля мы подготовили и завершили исторический проект «Исторические знамена Абхазии». Это 17 полотнищ, отшитые вручную и воссозданные с исторической достоверностью. Эти знамена будут подняты 23 июля над площадью Свободы, после чего они в торжественной обстановке будут переданы Абхазскому государственному музею. Сопричастность ко всему происходящему в Республике особенно важна для компании. Семь лет аквафону, семь лет на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова